так дорогие друзья всем доброе утро всем доброе утро значит сегодня у нас будет урок такой необычный необычные значит нет у меня подставочки поэтому необычные то есть я буду без подставочки сейчас я в иерусалиме в районе который называется архавия как меня слышно кстати кто здесь есть кто-то как меня слышно как видно влад косов меня смотрит доброе утро влад александр санин шалом герди димня шалом как меня слышно шалом шалом всем шалом как меня слышно как меня видно надеюсь слышно видно хорошо буду ближе сидеть дураба слонян меня смотрит все и яков шатадин шалом с выздоровлением да хорошо друзья алекс чудиевич шалом все значит сегодня у нас 7 мишна 7 мишна в первой главе пертьевод и если нам сказал юшо бен прахья юшо бен прахья нам сказал чтобы мы себе сделали рава купили друга и судили каждого лека всхуд это нам посоветовал посоветовал нам юшо бен прахья но как вы знаете в этом мире в этом мире у каждой медали из две стороны если мы полностью вот мария марина ли она вот например полностью услышит юшо бен прахья и она начнет судить каждого с доброй стороны каждого с хорошей стороны то она может попасть в в одну такую ловушку может комиссору кто же это важно то есть если мы судим каждого только с хорошей стороны то тогда может быть люди которые плохие которые действительно вредные которые такие токсичные негативные и источники зла эти люди они мы перестанем их опасаться поэтому седьмой мишне не дар были он был он был как бы партнером юшо бен прахья и вот не дар были он нам сказал сказал он нам три вещи тоже да это седьмая мишна он нам сказал так архек мишахэн ра отдались от плохого соседа вальти тхаберли раша и не присоединяйся к злодею вальти каеш мина порану и не отчаивайся от расплаты не раз не отчаивайся от расплаты что он имел ввиду он имел ввиду следующее значит то есть что такое вообще зло давайте так разберемся что такое зло значит каждый может трактовать зло как он хочет для одних зло вы знаете воюют две страны одна страна говорит что вы вторая сторона вызвал эта страна говорит вы зло даже бывает муж женой спорят и жена мужа говорит там то что ты делаешь это зло он говорит нет то что я делаю это добро наоборот то что ты мне говоришь что это зло это зло то есть зло и добро если мы это отпустим на субъективную какую-то выбор людей то невозможно определить что такое добро что такое зло поэтому единой системой координат является тора бог определил что такое добро что такое зло и он сказал человеку от всех деревьев сада Ты в мире можешь делать все, что угодно, но от дерева познания добра и зла ты это дерево трогать не можешь. То есть ты не можешь менять сам по своему желанию и говорить на добро-зло, на зло-добро. Понятно, да? То есть Бог оставил эту прерогативу, это право себе. Теперь сказал нам Нитай Арбели, Архетми Шахенрак, кто такой Шахенрак, кто такой плохой сосед, это тот, кто не живет по законам Бога. Когда приходил Авраам Авину в Египет, он Саре говорит своей жене, скажи, что ты моя сестра. Почему? Потому что нету в этом месте страха перед Богом. То есть если люди не боятся Бога, значит они будут действовать исходя из своих сиюминутных интересов. Они будут в данный момент то, что тебе выгодно, ты называешь добро. В данный момент то, что тебе не выгодно, ты называешь злом. И когда нет страха перед Богом, трепетом перед Богом, да, такого, что вот есть Бог, он хозяин мира, тогда вот эта система добро-зло, она очень сильно такая подвижная. Теперь Шахенрак, злой сосед, это тот сосед, который не живет по законам Бога. И от него нужно убегать, конкретно нужно от него убегать. Почему именно от него нужно убегать? Ну какая разница, какой у меня сосед? Разница огромная, разница колоссальная, потому что с кем поведешься, от того и доберешься. И твои дети увидят этого плохого соседа. Твой, этот плохой сосед, он же с тобой через стенку живет. И получается, что Архек Мишахенра отдались от плохого соседа, это указание. Нитар Белли сказал, что нужно от них убегать. Не надо его судить не кавсхуд, не надо с позитивной стороны, не надо надеяться, что он исправится. А нужно понять, что если сосед твой зло, от него нужно убегать. Так сказал Нитар Белли. Помните, в начале Тора был выбор, когда Абрам и Лот, его племянник, у них стало очень много имущества, то Лот выбрал поселиться в доме. Поселиться в доме. Там была очень плодородная земля, там были деньги, там было все. Но потом Бог уничтожил с домом Амору и все, Лот все потерял, все у него погибло. Очень я сейчас читаю книгу, я всем советую эту книгу прямо купить, кто в Израиле. Называется «Хроника избавления». «Хроника избавления» это книга о приходе Машеха, о последних днях перед приходом Машеха, о Капецхайме. Ну, в общем, очень интересно. Два тома. Есть первый том «Хроники избавления» и второй том «Хроники избавления». И, значит, я сейчас читаю как раз эту книгу. И там показывается, как нацисты, они вначале хотели евреев выгнать в Палестину. У них прям был... Они ездили сами в Палестину. Они создавали невыносимые условия для евреев, чтобы евреи уехали из Германии в Палестину. Евреи ехать не хотели. И, ну, представьте ситуацию, когда там тебя выпихивают, когда это, ну, Шахен Рай, это плохой сосед, да? Надо убегать было от них, от немцев. И те, кто убежали, те остались живы, те, которые остались там, все погибли. То есть, вот этот вот момент, когда ты видишь, что явное зло, нельзя жить в этом месте. Все. Теперь, что такое Альтит Хаберли Раша? Что он имел в виду «не присоединяйся к злодею»? От плохого соседа надо убегать. Но от злодея, он сказал, к нему не надо присоединяться. Комментаторы объясняют, нельзя присоединяться к злодею даже в хорошем деле. Даже в хорошем деле ты не можешь... Вот злодей какой-то, он говорит. О, говорит, давай с тобой сделаем доброе дело, пойдем мы с тобой сейчас там сделаем бизнес. Или построим синагогу, или еще что-то. Но это человек злодей. Он в любой момент, в любой момент, даже в хорошем деле, он может тебя подставить. Он может тебя... И к тому же на него же может прийти расплата с неба в любой момент. Поэтому я помню сейчас инаугурация Зеленского. И я помню, когда только это все начиналось, я спросил одного своего приятеля, который как раз в команде у Зеленского. Зеленского, значит, он в его команде, он как бы его очень близкий там человек. Я говорю, вам надо помогать, может быть, там на выборах, все. Он говорит из как, слушай, я тебе советую, не лезь вообще в политику. То есть не лезь, потому что здесь люди настолько... Тебе что говорит? Ты занимайся своим делом, проводи уроки Торы, значит, проводи там уроки по своим, по психологии и так далее. Не лезь в политику, говорит, зачем тебе это? Если, ну, смысл. И он меня убедил, чтобы я туда не лез. И это как раз было по Мишне, Альтит Хаберли и Раша. Не присоединяйся к злодею даже в хорошем деле. Потому что в политике как раз им все время приходится соединяться со злодеями ради хорошего дела. То есть они... Политика это такая штука, когда ты ради интересов, да, ты жертвуешь там... Ну, то есть я вот кому я сейчас вообще не завидую, вообще не завидую. Вот меньше всего в мире завидую сейчас Владимиру Зеленскому, который принимает на себя сейчас такую колоссальную ответственность, такую колоссальную... На него сейчас смотрит весь мир. Не все хотят ему добра. Ему приходится сейчас... Он будет стоять перед такими жесткими выборами, перед которыми он в жизни, в бизнесе не стоял. Это выборы жизни и смерти. Это выборы войны или мира. Это выборы, там, будут люди сидеть в тюрьме или не будут. То есть это сейчас все на его подписи, на его ответственности. И это вот... Я ему вообще не завидую конкретно. Ни одной свободной минуты, пристальный взгляд. Ужасно. И вот это то, о чем сказал Нитай Арбели. Архек Мишахенра. Отдались от плохого соседа. И не присоединяйся к злодею даже в хорошем деле. А в политике это невозможно. То есть все равно должен... Должен каким-то образом соединяться с какими-то партиями, с какими-то людьми. И третье, сказал Нитай Арбели, он этим закончил. Варь тетейш вина поранут. И не отчаивайся от расплаты. Значит, здесь есть два аспекта. Первый аспект... Это простое понимание. То есть он говорит, если ты не убежишь от плохого соседа и не присоединишься к злодею, тогда тебе не придется потом отчаиваться от расплаты. И ты не будешь сидеть и говорить, зачем я вообще с ними связался, зачем я тут жил и так далее. То есть он... Это как бы позитивное продолжение Мишны, что отдались от плохого соседа, не присоединяйся к злодею и не придется тебе отчаиваться от расплаты. Потому что я помню, когда-то этот случай для меня является самой яркой иллюстрацией этой Мишны. Я учился в спортинтернате и шел я вечером по дорожке такой. И навстречу шло два спортсмена и один бандит местный такой с этого района. А спортсмены из спортинтерната. И они мне говорят, пойдем отдохнем, попьем пиво. А мне всегда вот... У меня было внутреннее отвращение к людям, к злодеям. А этот вот бандит, он был злодей, злодей. Прям, знаете, есть люди жестокие. Он животных убивал. Вот прямо воплощенное зло. И я говорю, я не хочу. То есть я именно только из-за него и отказался. Они пошли пить пиво. Напились они пиво. И там встретили еще одного парня, который Мишли не учил. И который не знал, что нельзя хвастаться. И этот парень, он выпил с ними пиво и начал хвастаться, что у него там есть деньги. В общем, начал каким-то образом хвастаться, что у него есть деньги. И потом они пригласили их к себе домой. Они пошли к нему домой, еще напились. И этот бандит, этого парня убил. Убил он его, зарезал, чтобы ограбить. А эти два спортсмена, они сидели с открытыми ртами, не знали, что делать. Вызвали милицию. Они, значит, прыгнули в окно. А тот, кого они убили, это был какой-то там премянник, родственник генерала милиции. Все. Их, короче, да. Их так, их искали. В общем, посадили всех там на 10-15 лет, по максимуму дали сроки. Это называется, не отчаивайся потом от расплаты. Присоединился к злодею, даже попить пиво. Все, жизнь пошла под откос. Теперь второе, второе значение, вот я на этом хочу закончить. Второе значение окончания этой мечты, не отчаивайся от расплаты. Многие люди, они смотрят на злодеев и завидуют. Они говорят, вот смотрите, злодей, на какой машине он ездит, на какой, как он веселится, как он в ресторанах сидит, какой у него инстаграм. Вот, как же так, почему же зло не наказано. А это нас предупредил царь Соломон в Мишли, что так Бог специально сделал, чтобы было, значит, равновесие. То есть, на него расплата придет, не отчаивайся. То есть, ты смотришь, если он даже временно, он преуспевает, это только временно. Мы должны знать, что в этом мире есть хозяин мира. И в долгосрочных процессах обязательно все приходит на свои места. Те, кто выполняют волю Бога, у них все будет хорошо. Те, кто не выполняют волю Бога, у них будет все плохо. Обязательно. Как бы они не преуспевали, когда нацисты, там, 12 лет, они шли вверх, 10 лет они шли вверх, да, тысячелетний рейх, захватили всю Европу, 6 миллионов евреев уничтожили в концлагерях, потом оп, и все. Все. То есть, любой злодей погибнет, любой злодей будет уничтожен рано или поздно. Это нам сказал не Тай Арбели. Отдались от плохого соседа, не присоединяйся к злодею даже в хорошем деле, и не отчаивайся от расплаты. То есть, если ты выполнишь это, то тебе не придется отчаиваться от расплаты. Если ты видишь, что злодеи преуспевают, не отчаивайся, расплата будет. Все, дорогие друзья, я желаю всем нам, чтобы мы шли по четкой линии добра, чтобы мы, при том, что мы должны судить всех людей с позитивной стороны, но тем не менее опасались, как был такой Гилель. Он к каждому человеку относился с огромным уважением, но внутри он выстраивал так с ним ситуацию, чтобы, ну, как будто бы это человек злодей. Ты же не знаешь, ты смотришь на человека, ты его с одной стороны должен судить, отвлекав сход с хорошей стороны. С другой стороны, ты должен не подставляться, не подставляться никак, не подставляться, то есть выстраивать свою жизнь, чтобы не зависеть ни от кого. Все, дорогие друзья, удачи, успехов, убегаем от плохого соседа, и напишите, пожалуйста, свои три вывода, поделитесь этим уроком Торы. Чем больше будет в мире света Торы, тем лучше. Все, всем хорошего дня, и божественных благословений. Удачи, успехов, всем пока.